Вот это мой скотный двор. Тут у меня находится телята прошлого года. Дальше стоят телята тоже позапрошлого года. Дальше у меня дойные коровы. Владение агрария Александра Подлевского тянут как минимум на мини-совхоз. В собственном дворе сельчанин разместил настоящую домашнюю ферму. В загонах около ста буренок. С сельским хозяйством знаком с детства. Многих коров получил в наследство от родителей. С этого все и началось. Сегодня с каждым днем его хозяйство пополняется как минимум пятью телятами. В прошлом году получил грант. Господдержка в полтора миллиона рублей пришлась как нельзя кстати. На эти деньги приобрел новый трактор и пресс-подборщик для заготовки сена. Облегчился наш труд, потому что мы сено стали готовить, тюковать. И все проще стало, потому что раньше нужно было стогомет, надо было сено в кирде складывать, потом возить. Это более трудоемко было. А сейчас стало проще. Мы сейчас можем заготовить больше сена и больше, естественно, будем скота держать. Новой техникой довольные помощники фермера. Говорят, работать одно удовольствие. К тому же труд стал эффективнее. За сезон заготовили более 500 тюков сена. Новая техника у нас поступила. По сравнению с прошлым годом была старая, там похуже, потруднее было. А сейчас на этом легонечко, рулевое легкое, гидравлика легкая, все нормально. Молоко Александр Подлевский сдает на перерабатывающие предприятия Минусинска и Сайнагорска. В связи с морозами сегодня буренки в день дают по 160 литров молока. Фермер говорит, летом, когда в корм животным добавляют свежие травы, надои увеличиваются до 300 литров. В целом в Идринском районе развитие сельского хозяйства идет ударными темпами. За последние несколько лет на территории появились новые предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. В 13-м году было одно фермерское хозяйство, в 14-м было 6. На сегодняшний день у нас зарегистрировано уже 13 фермерских хозяйств в оперативном учете. И уже в этом году мы увезли два пакета документов на постановку на учет. Поэтому работа ведется. Весной фермер должен завершить строительство еще одного телятника, а поголовье увеличить как минимум вдвое. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok